Вчера мы говорили о карме, мы такие понятия выяснили. Одно из важных понятий было самскара. Карма и самскара в чём отличаются? Карма означает деятельность, то, что я делаю. Сейчас я совершаю действие, говорение — это карма. А реакция на действие... То есть я совершил действие, и теперь я получаю воздаяние за это действие. Вот это воздаяние или потенциальная реакция, как бы зерно этого воздаяния, которое находится в моём разуме, это называется самскара. То есть когда я совершаю действие, я создаю деформацию внутри своего ума. Я закладываю туда беспокойство. Вот эта деформация сидит в форме зерна. И когда будут появиться благоприятные обстоятельства для выражения этого зерна, для роста этого зерна, когда это зерно попадет в благоприятную почву, тогда оно начнёт проявляться. Поэтому от текущего действия до его последствий может пройти 5 минут, может пройти год, может пройти 100 лет, может пройти тысячи лет, может пройти 10 тысяч лет. То есть это когда появятся благоприятные условия для выражения вот этого самскара, тогда она выйдет. Мы разобрались, что нам нужно... То есть что и позитивная карма, так называемая позитивная карма, и негативная карма, и то, и другое являются оковами, и нам нужно стараться освободиться как от негативной кармы, так и от позитивной кармы. Самскара, вернее самскара, лучше сказать. По той причине, что позитивная самскара – это то беспокойство в разуме, которое можно унять при помощи приятного переживания, и негативная самскара – это то беспокойство в разуме, которое можно унять при помощи негативного переживания. Например, неделю, месяц без работы, денег нет, работу не могу найти, везде отворот-поворот. Та-та-та-та-та. Мучился, 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 устроился на работу, всё хорошо, отлегло. И наступает вот этот штиль в разуме. Вот я нейтрализовал страданиями этого месяца, я нейтрализовал беспокойство в разуме, которое было. То есть это беспокойство давало мне специфический менталитет, который создавал проблему в моей жизни. И потом, когда достаточно испытано страдания или удовольствия для того, чтобы унять это беспокойство, менталитет меняется, и у меня наступает другая ситуация в жизни. Понятно? То есть всегда мы, неважно в каких обстоятельствах ты бы ни находился, то есть если человеку суждено по карме быть известным, вот хоть что делай. Он так или иначе, в любой среде у него это начинает проявляться. Человеку суждено по карме быть богатым. Ну вот хоть как он, пытайся этому, сопротивляйся. То есть он попадёт там, не знаю, в какой-нибудь самый бедный район Бангладеша, но всё равно у него такая вот вещь, что вот он просто шёл, руку в пространство кинул, возвращается, там деньги наблюгли. Он говорит, ну я же не хотел, а оно само получилось. То есть вот таким образом, то есть самскара всегда, она проявляет себя. Мы бессознательно, мы ищем, то есть в основном, я уже говорил, что карма самскара выражается в благоприятных обстоятельствах времени и места. То есть не совсем справедливо будет, что везде, но везде так или иначе есть, то есть, допустим, на одной площади есть ситуации разные. И вот на этой площади, если будет хоть малейший шанс для выражения, допустим, позитивных самскар, человек этот шанс соберёт. Шанс для негативных самскар, он тоже этот шанс соберёт. То есть убежать от ситуации невозможно, потому что она с нами внутри меня. Бабушка мне в детстве говорила такую вещь, она говорила, что не пей, не кури, не матерись, никого не обижай. Я задавал ей логичный вопрос, я говорю, бабушка, почему? В этот момент бабушка доставала книгу из шифонера с нижних ящиков. В книге были средневековые такие иллюстрации к средневековым представлениям об аде и рае. Она мне говорит, вот туда попадёшь. И там очень страшные вещи были нарисованы, то есть там черти кого-то валили, кожу сдирали, там вообще фантазия была очень бурная у автора этой книги. И рай тоже, она говорит, а будешь хорошим мальчиком, вот туда попадёшь. И там очень экологично было, я знаю вообще. И я говорю, бабушка, а как это всё зачтётся-то мне? Она говорит, ну так вот, ты делаешь, это всё пишется в книгу, что-нибудь хорошее сделал, пишется в книгу, что-нибудь плохое сделал, пишется в книгу. Когда ты умрёшь, тебя будут судить. Одна книга на одни весы, другая книга на другую чашу. Какая перевесит, туда попадёшь. Ну ладно, буду хорошим. То есть бабушка меня убедила. И потом я думал, что нелогично всё это звучит. А сейчас думаю, что это всё логично звучит. На самом деле есть эта книга. Эта книга — наш собственный разум. Каждый день мы пишем, записываем страницы внутри нашего ума. То есть своими мыслями, своими действиями мы преобразуем, модифицируем состояние своего ума. И мы переживаем или ад, или рай прямо сейчас. Никуда не надо идти, ни на какую планету лететь, никуда там под землю не проваливаться. Прямо сейчас я могу быть в аду, прямо сейчас я могу быть в раю. Это состояние ума. Теперь нужно перед тем, как мы будем говорить... То есть мы поговорили вчера о том, как самскары уничтожаются. Да, помните, нет? Нет? Не помните? Первое, чтобы самскары уничтожать... Их нужно пережить, да? То есть мы пожинаем воздаяние за свою деятельность. Это очень долгий процесс. То есть тянется, тянется, тянется. Когда и получается, что у тебя одно духовное понимание раз в 10 лет происходит. И мы говорили, почему нужно пережить? Потому что ты не можешь что-то понять до тех пор, пока ты не переживёшь. То есть сознание имеет такую функцию с природой, что оно не расширяется, не увеличивается, не эволюционирует до тех пор, пока не искуплены реакции на предыдущие действия. И вот вы видите в жизни, что человек до тех пор, пока он свою чашу удовольствия не выпьет, он не может понять чего-то. Вот хоть кол ему на голове тиши, никак. Ему нужно пройти через это, тогда он понимает. То же самое, пока чашу страданий не изопьёт, хоть кол, никак. И тогда, когда он прошёл, тогда сознание раз расширяется. Понимание меняется, новое понимание. С новым пониманием у него новая жизнь. Поэтому нам нужно стараться ускорить выражение этих реакций. Почему ускорить нужно? Потому что иначе мы всё время двигаемся в одной плоскости. В одной плоскости мы живём, то есть эти проблемы мы решаем, но пока мы эти проблемы решаем, мы похожие проблемы создаём. И вот оно без конца и без края. Это как змей заглатывает свой хвост, вечно заглатывается. То есть ты одно решаешь, второе создаёшь, одно решаешь и создаёшь. То есть ты в одной плоскости сознания находишься, никогда даже теоретически ты свои проблемы там не решишь. Они всегда будут там оставаться. Теперь маленькая надежда у нас появляется, если мы будем ускорять, то есть мы будем переваривать свои самскары, отрабатывать свои самскары быстрее, чем мы их будем создавать. То есть отработка будет быстрее, чем будем создавать. Тогда у нас появляется шанс для вертикального движения, то есть мы поднимаемся вверх на новый уровень осознания, на этом уровне осознания всё по-другому, мы уже те поступки не делаем, всё, ты уже с этого уровня перешёл на этот, и ты там закрепился на этом уровне. Поэтому нужно ускорить. Для того, чтобы ускорить, что надо было делать? Медитировать. Либо в коме лежать, либо клиническую смерть пережить. Но мы так выбрали, чтобы в основном медитировать. То есть медитация, когда ты достигаешь медитации, даже маленькой-маленькой остановке ума, когда ум достиг спокойствия, ты привёл, что ум свой — отсутствие люфта какого-то. То есть так глубоко сконцентрироваться, что всё, остановка произошла. Вот в этот момент движение ума остановлено, и начинается обратное движение. То есть начинается выражение реакции на твои действия. Поэтому те, кто медитирует, у них жизнь очень весёлая. То есть всякие и приятные вещи происходят, и неприятные вещи происходят. То есть каждый день несёт тебе новый урок. Уроки, 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 уроки. Поэтому рост сознания быстро-быстро-быстро происходит. Один мой друг мне говорит так. Он говорит, да-да, я устал уже расширяться. Я хочу немного позагнивать. Каждый день я уже устал от этого расширения. Каждый день я новый, у меня новое понимание какое-то. Он говорит, сколько можно? Он говорит, притормозить надо чуть-чуть. Хорошая медитация делает жизнь быстрой. Поэтому вы заметите, что когда вы станете медитировать... То есть у вас такие ожидания... Я сейчас вот медитировать буду, и будет такой релакс. Вообще мир, покой, ум, шоу детей. Здорово. Если вы в такой медитации хотите, это не к нам. Это куда-нибудь к релаксационному гуру нужно идти. То есть к нам только в том случае, если вы нацелены на вот этот вот скачкообразный рост личности. А когда это происходит, тогда вы будете медитировать. И неделю помедитировали, но вроде успокаивается ум. Через неделю как полезет, полезет. Один мой друг, он описывал это так, он говорит, я начал медитировать, я все методы медитации, которые были вот на рынке, что называется, изучил. И философии им сопутствуют, еще изучил. Я нашел, что вот эта философия, она самая... Его удовлетворила максимально. Полная, гармоничная, рациональная. Я решил изучить эту медитацию. И я говорит, ты изучал медитацию ради покоя ума. Работал он бухгалтером, и он делал бухгалтерию для больших-больших корпораций. То есть он там консультантом был и так далее. И у него большая, поэтому головная боль была в связи с этими большими деньгами, большие тревоги. И он хотел покоя ума. Говорит, вот начал я делать медитацию. Вот три дня я помедитировал. И говорит, в следующей моей медитации были такие. Я сажусь, и у меня такое ощущение, что одновременно семь видеокассет асинхронно включают в моей голове. Такой невероятный шум и такой вот абсолютный хаос. Всё разъезжается, всё расплывается. Я говорю, это ещё медитация, что ли? Ну я дисциплинированный человек. Думаю, буду до упора делать. Я уезжал к себе куда-то у него типа дачи, загородный какой-то дом, на природу, на выходные. И вот там сидел и безлимитно медитировал. Буду медитировать. Но я, говорит, уже смирился с этой участью своей, что я сейчас саду, закрою глаза, и у меня там будет семь видеокассет. Но однажды я сел, и наступил такой глубокий-глубокий глубокий покой и такое счастье, который вот этот покой, и он излучает это счастье. Я думаю, вот это вот, наверное, и есть медитация. Это уже ближе. Сейчас он выполняет этот человек, он выполняет то, что мы называем вишеш-йога. Вишеш-йога, у нас несколько систем йоги по системе сложностей. Прарамвика йога простая, садхарана йога, сахадж-йога, вишеш-йога. То есть мы выполняем... То есть в основном наши практики делают сахадж-уровень, то есть так называемая лёгкая йога. Но это лёгкая йога, попробуйте её делать. Если это йога лёгкая, представьте себе, что значит сложная йога, вишеш-йога. И я как-то вот спросил, я говорю, да-да, ну как вот эта вишеш-йога-то? Он говорит, ты её когда делаешь, тебе нужно такое иметь, такой штиль в уме и такой контроль над умом, потому что визуализации, на визуализации, слои, 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 и одна пошевелится, чуть-чуть потревожится, всё рушится. Тебе нужно заново создавать. То есть ты фактически целый мир создаёшь, да? И тебе нужно быть безупречно спокойным. Я говорю, ты делаешь? Делаю. И теперь я оценил, как вот человек, который семь видеокассет, у него в голове играло, и он дошёл до этого состояния, когда он может вишеш-йога делать. Я вдохновился, я думаю, да. То есть это просто дело работы. Когда ты начинаешь в комнате уборку делать, больше у тебя беспорядок или меньше? Больше. Все там, я не знаю, платочки, открытки, ручки, всё это вытряхается на свет Божий. Тут такие горы хлама, пыль тет-тет-тет и очень сильный беспорядок. Ты говоришь, о, не приходите ко мне домой, у меня уборка. Но в конце концов, когда ты уборку сделал, тогда наступает мир и наступает медитация в доме. Точно так же и в нашем уме, когда вы начинаете делать уборку, вы найдёте, что в методах натуральной терапии, допустим, гомеопатии, при лечении заболевания наступает сначала обострение заболевания. То есть когда вы начинаете расширять своё сознание, тогда вы натыкаетесь на оковы. То есть если вы не расширяетесь, если вы приняли статус-кво, ну я вот не свободен, ну и ладно, и хорошо. То есть вы всё время уходите в зону комфорта, вы не чувствуете никакого конфликта в жизни. Но когда вы пытаетесь расширить эту зону комфорта, расширить своё сознание, в этот же момент вы натыкаетесь на свои оковы. То есть большинство из нас, мы не отдаём себе отчёта, какие мы, потому что мы не попадаем в ситуации, в которых мы встречаемся со своими оковами. Например, я помню, как-то я проводил йога-тренинг для инструкторов, и одна моя знакомая... Я устраивал такую процедуру, называется «пыточная». Это когда студент садится вперёд и я начинаю задавать ему вопросы, разыгрывая из себя скептика. То есть я задаю разные провокационные вопросы, человек должен ответить мне убедительно, логично, чтобы не было никакого порыва в звеньях его логики. Ну и в общем, девушка, она села и я начал её спрашивать. Мы с ней хорошие друзья, у нас хорошие отношения. Я спрашиваю, спрашиваю, в какой-то момент всё, она краснеет, не буду больше, не могу. Я говорю, давай, теперь я уже пытаюсь её поддерживать, давай, говори. Она говорит, да, да, меня замкнуло, не могу сказать и всё. Такой сильный стыд, такая сильная стеснительность, которая полностью парализует всю работу мозга. И тогда она оценила, о, вот я какая. То есть она, я не подозревала, что я такая стеснительная, что это может сработать внутри тебя. То есть смотрите, когда ты живёшь в зоне комфорта, у тебя нет чувства несовершенства своего. Я когда начал медитировать, у меня было ощущение, мне до просветления вот пять минут осталось, чуть-чуть совсем. У меня такая медитация, ой, я сейчас чуть-чуть под нажатий вылечу. Неделю медитирую, думаю, как, знаете, вот файл начинает загружаться в этот оплот, ты делаешь в интернет-файл. Там показывает, за час загрузится, потом раз, два часа, пять часов, десять часов, пятнадцать суток, вот так же. Вечность будет загружаться. Компьютер пишет «вечность». Да, вечность. Вот так же и ты начинаешь медитировать, у тебя сразу скорость быстрая, там, трафик, ну, очень быстро интернет у тебя, ты садишься, подумаешь оооо... мне еще далеко-далеко двигаться. Ты сталкиваешься со своими оковами, ты сталкиваешься со своими ограничениями, и ты видишь, что тебе реально придется работать очень много. А без этого нету прогресса никакого. Всё время обитать вот в этой комфортной ситуации, но ты не будешь расти. Всё время будет одно и то же. День сурка. Сурка, да? День Сурка в твоей жизни. Итак, у нас была медитация, потом было... Что ещё нужно было? Служение. Когда ты бескорыстно делаешь что-то для других. На самом деле, вот это бескорыстное служение, когда ты совершаешь, ты даже не человек, ты инструмент, ты божественный инструмент, ты проводник божественной воли. То есть Бог использует тебя для того, чтобы делать служение другим. Вот эта вот идея, не знаю, насколько она понятна, что один деятель есть во Вселенной, и он делает всё. Это космический деятель. И он использует много-много разных инструментов для того, чтобы реализовать свою игру. И когда ты действуешь с благонамеренностью, с благожелательностью, когда ты действуешь не ради себя, а ради общего благополучия всех существ, в этот момент ты начинаешь проводить божественную волю. Когда ты начинаешь проводить божественную волю, ты не ограничен своими самскарами. Потому что божественная воля не ограничена самскарами. И без разницы, она хоть как. То есть у тебя есть или не есть самскары к вот этим вот вещам, но тебе нужны эти вещи для твоего служения, обязательно это проявится. Поэтому служение очень важно. То есть работать ради возвышения сознания других существ. Бескорыстное действие. Бескорыстное значит не ожидать ничего взамен. И спасибо тоже не ожидать. Часто ты слышишь, я делаю для них всё, а они неблагодарные. Бог всё слышит, Бог всё видит, Он вас покарает. То есть это не служение в этом случае. И вот настоящее служение очень сложно поймать, потому что у нас всегда есть ожидания, какие-либо ожидания от других людей. И когда люди не удовлетворяют эти ожидания, у тебя есть плохое чувство возникает, у тебя есть неприятные чувства по отношению к этим людям, ты злишься на этих людей. Часто-часто эта ситуация происходит. Поэтому служение означает без всяких ожиданий. То есть ты действуешь как вот отпустил куда-то туда в бесконечности и больше ты не ожидаешь отсюда ничего обратно, вот это служение. И когда два фактора работают, то есть медитация работает и служение работает, ты фактически встраиваешься в космический поток, то есть ты полностью живёшь в такт, в унисон с Высшим. И тогда срабатывает третий фактор — это милость духовного учителя. Единственный духовный учитель — это Бог, Высшее Сознание, он может себя проявлять безличностно или он может проявлять себя через личность. И так и так он забирает твои самскары, то есть он забирает твои грехи на себя. Поэтому одно из имён в Индии для Бога — это Хари. Хари значит тот, кто ворует. Странное имя, то, что Бог не следует нравственным принципам, ями, ями. Но воровство заключается в следующем, то, что ученики, преданные, те, кто движутся по духовному пути, они скажут, мы отдадим тебе наши радости, мы отдадим тебе наши приятные вещи, но наши грехи нет, мы не отдадим. Уж я буду сам учиться лучше. Поэтому им приходится забирать твои грехи тайно. Пока ты не видишь, раз, оглянулся, а где мои грехи тут лежали? А их нет уже. То есть они исчезли, раз, ты чище стал. Я вспомнил историю на эту тему. Ну правда не про грехи, а про яблоки рассказать вам. Это правда отступление будет. Это на тему, когда ученик готов, а учитель приходит. Я приехал в город Спаскодальний. Это был транзитный город, я ехал из Арсеньева во Владивосток, и мне нужно было пересаживаться на поезд в этом городе. И там мне нужно было ждать 5 часов. Когда я вышел с автобуса, у меня было чёткое ощущение, что я что-то хочу сделать, я не знаю, я что-то хочу сделать, что-то должно случиться. У меня мысль была навязчивая, я хочу кого-то инициировать. Инициировать значит дать посвящение в медитацию. Ну ладно, кого поймать, что ли, кого-то не знаю. Я просто принял это, что это есть, сходил куда-то в музей, сходил в магазин, купил яблок. Уже вечер, то есть я как-то день провёл, но уже вечер, мне скоро на поезд, мне нужно медитировать. Время пришло медитировать. Я пошёл с этим яблоком, у меня три яблока, мой ужин. Я пошёл, нашёл площадь, там скамейки стоят. Сел на скамейку, кроссовки снял, яблоки положил, медитирую. Какие-то голоса вокруг, та-та-та-та-та-та-та-та. Слушаю какие-то люди вокруг меня, подвыпившие, что-то там происходит, когда я решаю не реагировать. Я сижу, глубже погружаюсь в медитацию. Потом, когда я закончил часть своих уроков медитативных, я открываю глаза — яблок нет. Думаю, вот ведь жизнь дошла, что называется, калиюгал, монаха распёрли яблоки. На кроссовке стоят. Хотя мысль проскакивает, хорошо кроссовки не спёт. Думаю, ну ладно, без ужина придётся. Закрываю глаза, медитирую, заканчиваю свой последний урок. Шестой урок я сделал, открываю глаза, лежит яблоко одно из трёх. Думаю, ну ладно, сажусь делать гурупуджу, то, что называется. Это вообще финальный процесс своей медитации. Делаю гурупуджу, открываю глаза, передо мной стоят пацаны, протягивают мне яблоко. Тринадцатилетний пацан говорит, ваше яблоко. Я говорю, моё. Он говорит, пьяные люди вас украли, а мы их добрали, а догнали и отобрали. И парень такой подходит ко мне, он так смотрит, очарованно на меня. Он смотрит, смотрит и решается. Он говорит, а вы что делаете? Я говорю, в медитацию. Он говорит, а это что, как связь с Богом? Я говорю, да, так. Я встал, пошёл на вокзал. Я пошёл на вокзал и в трёх соснах заблудился. Вот в этом Спаске, там вообще негде заблудиться. Но я заблудился, заблудился. Я заблудился, ходил, 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 думаю, ну вообще всё, никак. Пришлось возвращаться обратно на площадь. Думаю, от площади я опять поймаю путь и найду. Вернулся на площадь, а вот туда надо идти. Пошёл, иду, иду, парень догоняет меня, мальчик 13-летний. Научите меня медитации. Я говорю, ты серьёзно? Ты будешь практиковать? Ты будешь делать? Да, буду делать. Ну пойдём. Мы с ним пошли куда-то там, в подворотню. Зашли, сели прямо. Я сел, он сел. Я его инициировал. Друг тоже хочет, но для друга уже нет времени. Мне нужно садиться на поезд. Вот такая мистическая история со мной произошла про яблоки. Ну вот эти три способа уничтожения кармы. Самый главный способ – это милость духовного учителя. Если ты духовный ученик, у тебя есть духовный учитель, в основном твоя карма – это его проблемы. Это больше не твои проблемы. С того момента, когда ты получаешь инициацию – всё, это на его плечах. Не волнуйся вообще. То есть с этого момента тебе нужно просто думать, что я играю. Я играю, вернее, не я, а Бог играет в меня. Он играет в этот мир, Он наслаждается. То есть здесь мне нечего бояться, мне не о чем переживать, мне ничего не принадлежит, всё Ему принадлежит. Какие бы у меня грехи там ни были, это вообще не моя забота сейчас, на данный момент. То есть моя забота – просто жить праведной жизнью. Это всё, больше ничего не надо. Это даёт тебе лёгкость. И в этой лёгкости ты интуитивно правильное решение принимаешь. То есть когда ты начинаешь, у тебя есть правильное решение внутри, твое сердце тебе говорит вот так. Но ты начнёшь там накручивать – ой, а это, а если, а что же, а как же? Нет, не буду. И всё, ты уходишь с этого пути, внутри ты слышал своё сердце, ты уходишь и потом думаешь – ну надо же было так делать. Я даже чувствовал, почему я так не сделал, не поверил, вот этой веры нет. Вот, а с момента, когда ты получил Гуру, с этого момента у тебя есть вот эта уверенность. Ты знаешь, что бы ни случилось, Гуру всегда о тебе позаботится. Вот это сознание космическое, оно всегда будет о тебе заботиться. И поэтому тебе ничего не страшно, и ты смелым становишься. Ты становишься смелым следовать по вот этому пути интуиции, по пути твоего сердца. И когда ты следуешь по пути твоего сердца, ты не идёшь по пути самскары. То есть ты не отрабатываешь вот эти вот, как сказать, программы, которые сами себя повторяют. Повторяют и повторяют, повторяют. Ты вертикально развиваешься. Понятно, да? У меня тоже есть истории на эту тему, когда, ну, тот тип моего характера, он вот такой вот, интуитивный. То есть я чувствую что-то, если мне втемяшилось, то есть теперь я готов на всё. То есть я могу идти на жертвы на какие-то, без разницы, если я почувствовал, да, внутри. Вот, и это, на самом деле, это началось под влиянием одной книги. Я прочитал книгу, называется, кто боится тантрического Гуру. И там один из монахов наших, он опубликовал 25 лет своих дневников, вот, и в этих дневниках описана его жизнь. И он делал таким образом, допустим, он едет в следующий город, там, создать миссию там, он приезжает и выходит на вокзале и стоит. И он будет стоять до тех пор, пока его кто-нибудь не подберёт. И с этого момента всё начинает закручиваться, и он выполняет свою работу, уезжает в успех. То есть у него была такая методология, он приезжал, он говорил, так посмотрим, как ты сегодня обо мне позаботишься. И я, вот это вот мне настолько запало в душу, я думаю, ну неужели, правда так? Неужели это так? Правда так? Ну сейчас у меня в голове несколько историй на эту тему. Рассказать вам историю? Вот это я прочитал в книжке, что гуру, когда принимают ученика, он должен заботиться о нём на всех уровнях. Его физический уровень, психологический уровень, духовный уровень, экономический, социальный, всякий. Я думаю, ну как здорово, то есть это же я практически на полный пансион поступил. Ну как, мне как-то подозвительно, думаю, мой гуру, он даже не в теле сейчас, он покинул тело, как он может обо мне позаботиться? То есть когда физический человек думает о гуру, он думает прежде всего о теле, он не думает о гуру, как о сознании. Когда вот это развивается понимание себя, как сознание, тогда ты больше не думаешь о гуру, как о теле, ты начинаешь думать о нём, как о сознании. Тогда всё становится на свои места, всё становится понятно. Потому что гуру — это не тело, гуру — это сознание. И сознание, оно бессмертно, оно выражает себя через тело, и оно выражает себя без тела, без разницы. И я думал, ну как, я хочу посмотреть, как это работает. Мы отправились в путешествие с моим тантричным дадой, которой в принциповой жизни никогда не сдаваться. Мы ехали, на плоту мы сплавлялись по безумной реке, которая разлилась, несётся как сумасшедшая куда-то сквозь деревья, сквозь коряги. Много раз мы подвергались опасности для жизни. И я ему как-то намернул, я говорю, Дада, может, оттого мы в деревню ближайшей поедем домой. Дада на меня так посмотрел, и в этом взгляде всё было сказано. На всю жизнь, если мне нужно устыдиться, я буду вспомнить этот взгляд. Он говорит, ты знаешь, мне не нравятся даже такие мысли, тем более от тебя исходящие, ты младший монах. Мы — тантрики, и мы не вправе терпеть поражение. Бабе нашему гуру не нравится этот менталитет. Поэтому мы дойдём до конца. Я говорю, ну ладно, всё-всё-всё, всё хорошо, вопросы снял. А у нас кончилась еда, и мы решили сделать причал, выйти на берег, разбить лагерь и найди где-то еду. Ну сначала мы просто оборвали там шиповник, пока мы шли. Потом мы постояли палатки, зажгли костёр. И Дада мне говорит, отправляйся, ищи еду. Я пошёл, ну вот так вот, в лесу, да. И я пошёл, благо одна девочка, она вызвалась мне помогать. Она говорит, пойдём. Она у меня старше была, я совсем младше, я 20 лет у них был, и мы пошли. Она говорит, я чувствую, сейчас будет милость гуру. Я говорю, ну да, не знаю, как это может быть. На бога надейся, сам не плашай. Мы прошли буквально метров 50, я поворачиваюсь, я вижу куст, и на этом кусту висит пакет. Я говорю, да ну! Нет! Я подхожу к этому пакету, открываю пакет. Там литр масла, гречка, горох, соль, спички, всё нормально. Снял этот пакет, отнёс Даде, я говорю, да-да, еда. Он говорит, молодец, ты у меня очень эффективный. Он говорит, нам хватит только вот сегодня поужинать, а вообще нам нужна будет ещё еда, отправляйся и ищи еду. Мы опять пошли. Идём-идём, опять эта девочка, она говорит, я чувствую, сейчас будет милость гуру. Я говорю, ты вообще обнаглела? У тебя кусты, на кустах еда появляется. Она говорит, не-не-не, я чувствую. Я говорю, ладно, посмотрим, мотоцикл едет. Она говорит, вот видишь, а мне казалось, что дорога вообще богом забытая, то есть там вообще никто не ездит. Она говорит, вот видишь, я говорю, ну смотри, мотоцикл один, а нас двое и второй мотоцикл уезжает. Ну ладно, мы сели на эти мотоциклы и поехали в деревню, там нам надарили кучу еды, что-то мы купили, что-то нам подарили, пешком всё-таки пришлось топать обратно. Но у меня очень запало сильно, я думаю, надо же. А потом я выяснил, откуда появились пакеты с едой на деревьях. Один из наших парней остался в ретритном центре, не поехал в путешествие, он говорит, я сижу и медитирую. И в медитации я слышу внутри себя мысль или голос даже скорее. У них кончилась еда, у них кончилась еда, отправляйся и вези еду. Он был неотягощён интеллектом, он не стал рассуждать на эту тему. Ну ладно, он говорит, я собрал 3-4 пакета и повёз в тайгу. Ну представьте себе, тайга, вот это, приморский край. И он говорит, я поехал в тайгу, куда вот Бог на душу мне, как говорится, куда я почувствовал, туда повесил. И мы фактически 80% этих пакетов мы нашли. Но интересная вещь, что если бы мы проехали 5 минут дальше, 5 минут раньше, мы бы не нашли. То есть я понял, какая-то синхронизация происходит, то есть что-то происходит. Вот так вот это работает. То есть когда ты слышишь своё сердце по-настоящему, чтобы слышать своё сердце, нужно тренироваться. То есть базовая тренировка состоит в следовании нравственным принципам. Яма и няма, ахимса, не причинять вреда слову, мыслью и действием. Сатия, благожелательная правдивость. Астея, не присваивать себя чужого. Брамачария, стараться видеть во всём божественное. Аполиграха, нестяжательство и так далее. Пять ям и пять ниям. Шаоча, чистота, асантоша, удовлетворённость. Вот этим принципом ты вовне следуешь, и ты внутри настраиваешься на эту волну божественности внутри тебя. То есть ты начинаешь слышать гуру внутри себя. То есть когда ты следуешь за гуру во внешнем мире, в форме учителя, тогда ты настраиваешься на гуру внутри себя. Я спросил как-то у одного из моих дат, я говорю, да-да, как принимать решение? Бывает, я вообще не знаю, что делать. Он говорит, когда ты следуешь за гуру в повседневности, тогда, когда ты не знаешь, что делать, ты знаешь, что делать. То есть ты потому что на этой волне находишься. На этой волне. Поэтому никакой мелочи нету неважной. То есть все мелочи важны. Гуру даёт тебе инструкции, тебе нужно соблюдать эти мелочи. Вот иду стараться. Чем больше ты соблюдаешь, тем у тебя будет вот эта настройка больше. Когда ты вплетаешь своё эго, и ты начинаешь, ой, да вот это вот нельзя, потому-то, потому-то, вот так и так. И ты начинаешь это всё приспосабливать как-то там. Ну, может быть, это интеллектуально и объяснимо, но ты уходишь с вот этой вот... То есть у тебя ум отвыкает следовать за вот этой волной. Понимаете, да? То есть в тот момент, когда надо будет следовать за своим сердцем, у тебя не будет смелости это сделать. У тебя опять начнутся вот так-то, потому-то и туда, и сюда. И ты вот так вот наплетёшь, напутаешь и уйдёшь с этого пути. Улавливаете или нет? Вот этот момент. Это очень важно. Потому что многие, вот я смотрю, из практиков действительно калибр такого человека, что он действительно готов следовать за своим сердцем, редко встречается. То есть вот этой веры мало. То есть люди в основном доверяют своему интеллекту. А интеллект ваш обманывал вас с первого и до последнего дня вашей жизни. И вы ему всё равно верите, и вы не верите своему сердцу, которое вас никогда не обмануло. Поэтому это вот очень странная вещь. Но тем не менее люди всё равно... Потому что у нас доминируют внутри нас вот эти страхи, не хочу, не хочу, и мы больше им верим, чем глубины. Ну то есть когда ты идёшь по этому пути, твоя самскара, она несущественно становится. То есть уже для духовного искателя для него не так важно, какая у него карма. Потому что всё это в космических руках. Это просто игра сейчас идёт. То есть с момента инициации, с момента посвящения это больше как праздник. Ты празднуешь жизнь. Ты празднуешь, что ты родился, ты празднуешь, что ты корестился, инициировался. Ты празднуешь, ты понимаешь, что это жизнь, это финальная твоя жизнь. Ты идёшь к освобождению большими шагами. И в этой жизни, когда ты достигаешь всего, в финале своей жизни ты достигнешь всего, для тебя что остаётся? Разве ты будешь заботиться мелочами, как вот эти бурундуки, они хватают орехи и тащат себе в нору. И вот этим живут счастливо. Ты не будешь этими мелочами озабочен, ты будешь озабочен тем, как мне прожить так, чтобы звезда пролететь по небу и осветить максимально. Всю свою самскару так жечь, чтобы всем вокруг тепло стало. Вот это тебе становится интересно. Когда ты осознал, насколько глубоко тебе повезло, что ты обрёл этот путь истинный в своей жизни, с этого момента тебя мелочи особо не интересуют. Но это вот здесь когда-то осознал. Не здесь. Один дедуля получил инициацию. Ему было уже за 80. Он получил инициацию, его пробрало вообще капитально. Он обращается к гуру, он говорит, почему ты привёл меня к своим лотосным стопам так поздно? И гуру улыбается и говорит, ну я же тебя всё-таки привёл. Делай всё как следует, а я сделаю всё как следует. И он когда это услышал, то есть он понял, что гуру ему пообещал мокшу, свободу, то есть финальный выход из вот этой сансары. Он настолько восторг его переполнил. Он двинулся, остаток его жизни вот так прошёл. Он двигался от деревни к деревне, и он вдохновлял всех медитировать. И он говорил, бау, науки, вон, и все. Они чувствовали от него. То есть он столько энергии, и он прожил вот так. То есть у тебя есть вот это чувство, что жизнь — это праздник, это больше не сансары, это не тянуть лямку, не тянуть вот это бремя. Это праздник, и ты живёшь в этом празднике. Когда ты доверяешься ему, когда ты не доверяешься — нет, тогда ты сам по себе, твоя санскара. То есть ты тянешь лямку своей кармы. Когда ты веришь, доверяешься — тогда нет, тогда ты просто в общей игре, в космической игре, ты в празднике. Но это просто намотайте на ус, хорошо? И можете попробовать. То есть попробуйте это волшебство жизни, ощутите его. Сначала в маленьких вещах. Вот ты проснись и скажи себе, сегодня я проживу свой день исключительно ради садханы, самосовершенствования и ради служения другим. Никаких других приотекетов у меня нет. Посмотрите, как этот день пройдёт. Посмотрите, какое волшебство начинается, когда ты живёшь не для себя бескорыстно. На каждом шагу там, там, там. И пробуйте испытывать это. И в какой-то момент для того, чтобы пережить эту веру, нужно делать какие-то вещи, которые за рамками обычного понимания. Допустим, в своей йоговской молодости я решил думать, так, посмотрим, что там за гуру у меня. Я поехал в Швецию, у меня не было вообще денег абсолютно, у меня был только билет в одну сторону и рюкзак с матрёшками. Всё, у меня больше ничего не было. Но я знал, что у меня всё будет в порядке. На второй день у меня всё было в порядке. У меня было где жить, у меня было что есть. Всё было хорошо. Это другая история, я вам расскажу потом. Теперь мы разбираем, как жить таким образом, чтобы не создавать новую карму. Помните, да, три элемента ума? А, нет, ещё надо до этого обсудить. Типы самскара, перед тем, как мы перейдём к финалу. Типы самскара. Самскары бывают... Их вообще много разных типов. Но главные три можно выделить. Приобретённые, врождённые и навязанные. Врождённые самскары — это те, с которыми ты рождаешься. То есть ты родился, у тебя какая-то уже есть матрица твоей личности. Вроде ещё нет личности. Личность ещё не развита. Но что-то есть. То есть он ещё малюсенький-малюсенький, но с характером. Видите, да, дети отличаются друг от друга. Даже вот в моей семье, моя сестра и я, мы очень разные. Ну так получилось. Мы играли в разные, в одни и те же игрушки. Одни и те же родители, одни и те же книжки, всё одно и то же. Но получилось совсем два разных человека. Два разных. Вы, может быть, не узнаете, вообще непонятно, как так получилось. То есть гены совпадают у нас, образование совпадает, но мы разные. Потому что мы пришли в этот мир с специфическим багажом. То есть у меня уже есть свой багаж, у неё есть свой багаж. И вот так вот мы все поэтому уникальные личности. Наше отличие друг от друга только по вот этим вот самскарам. То есть мы на самом деле одно и то же с вами. Но в зависимости от того, какие у кого какие самскары, мы отличаемся. Однажды наш гуру, он делал такой эксперимент. То есть он давал философию и он демонстрировал это практически. Обладая духовными силами он это мог делать. Один раз он говорит, я буду сегодня демонстрировать уравнивание самскара. И вот два монаха сидят, он говорит, я делаю его карму и его карму абсолютно идентичной. То есть я смешиваю карму таким образом, что у них получается абсолютно одинаковая карма. Когда он это сделал, эти два монаха вот так вот посмотрели на друг друга и вцепились друг другу вот так. И не в силах вообще разлепить их никто. То есть настолько у них сильное притяжение, они вот так вот вот-вот сейчас склеятся. И гуру говорит, если я вам позволю оставаться в этом состоянии, даже их физическое тело не сможет сохранить свою отдельность. Они срастутся в один организм. Он говорит, сейчас я даю ему вот эту наклонность ума, а этому эту наклонность ума. Они раз так друг на друга посмотрели, отползли. Он говорит, видите, вы на самом деле каждый человек во Вселенной это абсолютно уникальное существо. Согласно набору его самскар, согласно набору вот этих реакций. Есть похожие, но никогда не бывает идентичные, потому что идентичные не может сохранить свои отдельные тождественности. Если будет идентичные, то станет одним. Врождённые самскары. То есть то, что мы приобрели в йоге, мы верим в существование прошлой жизни. То есть философия говорит, что человек, любое живое существо развивается эволюционно. То есть сначала появляется инфузорья туфелька или какой-то одноклеточный организм. Потом он живёт, 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 живёт. Расширение сознания происходит. В следующий раз он рождается многоклеточным организмом. Червяком, тараканом, птичкой, кошкой, собачкой, коровкой, обезьяной и человеком, в конце концов. И потом человек, 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 в конце концов он идёт, идёт в своей эволюции. Теперь он подходит к такому моменту, что он достиг вот этой эволюции. У него есть интуитивное, чёткое понимание. О, что-то есть в этой жизни, что-то скрытое, что-то непонятное. Он начинает задаваться такими вопросами. В чём смысл жизни? Куда я иду? Для чего всё существует? Какова природа этого мира? Эти вопросы его мучают. Это говорит о том, что его сознание развито. И такой человек, скорее всего, встанет на духовный путь, и теперь у него будет финал его эволюции. Он завершит свою эволюцию, снова возвращаясь в состояние чистого сознания, становясь чистым сознанием, бесконечным сознанием. То есть у нас есть наш опыт прошлых жизней, и у нас есть воздаяние за деятельность нашей прошлой жизни, и мы это будем отрабатывать. Теперь мы родимся именно в той семье, в которой могут реализоваться самскары наших прошлых жизней. То есть мы не можем родиться в другой семье. Нам нужно родиться. Эта семья, в которой мы родились, лучше всего нам подходит. То есть это идеальная семья. Я про свою семью думаю, я думаю, ну надо же, как вообще идеально это было сделано. То есть и бабушка, и дедушка, и мама, и папа. Такое ощущение, что они полностью идеально были подобраны для моей жизни. Я нахожу в ретроспективе всё, что эти люди мне дали, я нахожу, что это всё было частью какого-то большого плана. То есть по своей самскаре я рождаюсь именно в этой семье. Я рождаюсь в семье именно с этими проблемами, для того, чтобы реализовать воздаяние своих самскар. Понятно, да? Поэтому вот карма рода, да, есть такое понятие, слышали? Карма народа, карма рода. То есть мы в России родились по определённой причине. Для нас это идеальная страна, в которой мы идеально родились. Мы родились в своей линии, в своей семье и так далее. По сути такой кармы рода для нас как бы не существует. То есть карма рода – это такое собирательное понятие, условное понятие. То есть мы отрабатываем свою карму. Мы не платим долги своих родителей. То есть родители только отвечают за самих себя. Мы отрабатываем свою карму. И поэтому мы у этих родителей родились. То есть, например, если ты рождаешься в семье, в которой отцу семейства суждено умереть, а тебе суждено испытать боль от утраты отца, скажем, в возрасте 12 лет, ты должен будешь родиться в той семье, в которой вот это произойдёт. То есть самскары просто подбираются, сочетаются. И ты рождаешься. Теперь нужно понимать, что это всё не статично, это всё текучее. Естественно, души вот такие приходят в эту семью, и поэтому вот она бандитская эта семья. Она идёт, 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 идёт. Но это всё не статично, это всё может измениться. Каким-то образом проведение, или то, что называется Божий промысел, так сработало, что один бандит раз шёл и мантру услышал. У него, интересно, что это такое? И он начал интересоваться, раз-раз у него вся эта бандитская его стезя, она начинает его отпускать. И он начинает перестраиваться, перестраиваться, теперь весь этот род должен будет трансформироваться, он пойдёт по-другому, его волна пойдёт по-другому. Другие души начнут приходить туда, в эту линию. Понятно, да, вот эта идея? Поэтому, когда вы начинаете медитировать, вы кардинальным образом, вы просто заворачиваете, разворачиваете на 180 градусов линию своего рода. То есть вы её делаете очень позитивной. Дальше есть приобретённые самскары. Приобретённые самскары – это то, что мы приобретаем при помощи своего прямого действия. То есть я прилагаю прямое усилие. Например, я не умею играть на гитаре. Если я не умею играть на гитаре, но беру гитару и вдруг начинаю играть – это врождённая самскара. То есть ты гений по природе. А если ты не умел играть на гитаре, играл, играл, играл и научился, то ты техник, который дошёл до стадии мастерства. И гений этой жизни – это техник прошлой жизни. Поэтому не будет такого шанса, скажешь – а я уж старая, мне только сериалы смотреть и всё, смерти ждать. То есть это нелогично, когда ты понимаешь, как карма работает, ты понимаешь, что каждый день своей жизни до последнего нужно тянуть, и до последнего нужно развиваться. То есть нужно использовать каждый вдох этого тела для того, чтобы какой-то дальше продвинуться, чтобы следующий старт твой был выше. То есть вот приобретённые самскары – одни врождённые, другие приобретённые. И третий самскары – это навязанные самскары. Навязанные самскары... У них миллион видов навязанных самскары. Есть самскары природы, среды, в которые ты родился. Родился в горах или родился в море. Разный характер. Родился и говоришь по-русски или говоришь по-английски – разный характер. Всё оставляет отпечаток. От профессии, от образования, от родителей все, остаются вот эти так называемые навязанные самскары. Навязанные самскары мы спонтанно перенимаем у своего окружения. То есть вот вы поговорили с человеком, всё, вы уже приняли его, то есть его отпечаток он вписался в вашу психологию. Чувствуете вы это или нет? Как говорится, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Я однажды участвовал в вечеринке, потом зарёкся в мерзких вечеринках участвовать, было дело. Очень хорошая подруга, мы с ней всю жизнь дружили, она меня пригласила на день рождения, что-то такое. Я пришёл, естественно, я вегетарианец и не пью и так далее, но они там всё подряд употребляли алкоголь, в конце концов, все передрались. Я думаю, вот праздник вообще. Я зарёкся, думаю, никогда больше я не пойду на такие мероприятия. Но я когда проснулся, я испытывал все симптомы, похмелья, что называется. То есть ты вот с кем поведёшься, ты от того наберёшься. То есть пообщаешься с человеком, с негативным человеком общаешься, его негатив входит в тебя. То есть человек неверующий, он не верит ни во что. То есть он такой пессимист, негативизм, у него всё плохо. И ты начинаешь это перенимать. Мы не можем это контролировать, это спонтанно происходит. Почему так вот эффективно работает реклама? Реклама, то есть ты идёшь по улице, реклама, её функция в чём? Создать навязанную самскару. Ты увидел? О, у тебя засело там. И в конце концов десять раз ты увидишь, достаточно накопится, ты пойдёшь и купишь, например. То есть это всё навязанное самскаре. Когда я в Китае, например, я пытаюсь приготовить индийскую пищу. Готовлю индийскую пищу, получается китайская. Не понимают. Я ж индийскую собирался, вш-ш-ш-ш, китайскую опять. Я когда приезжаю туда вот в среду, в китайскую, у меня какой-то мой маленький словарный запас китайский, он всплывает в голове. Я вдруг могу сказать, я вегетарианец, дайте мне, пожалуйста, вегетарианскую пищу, яиц не надо, того не надо. Я сам уже удивляюсь, думаю, как так? Я же вообще начисто это забыл. Но сама среда, то есть она оставляет в тебе отпечаток. То есть она форматирует нас. Вы язык выучили, например, вы выучили английский язык и начали думать на английском. Изменит это ваша личность или нет? Вы будете думать не по-русски, вы будете думать по-английски. И у вас будут трудности в коммуникации с русскими людьми. То есть вам нужно переключиться только думать, начать на русском, тогда вы начинаете взаимопонимание достигать. А так для вас загадка. Я когда с феницентра приехал в Швеции, три года они говорили по-русски. Но в основном всё по-английски. И теперь мне приходится так делать. То есть я думаю по-английски, потом перевожу это всё на русский язык и говорю. И очень сложно взаимопонимание. Вот когда ты думаешь по-русски, у тебя определённым образом работает твой интеллект, твой менталитет. Думаешь по-английски, совсем по-другому он работает. Понятно, да? Поэтому народы, они отличаются друг от друга. Кто как говорит, то есть звуки, которые они излучают, они очень специфический эффект оказывают на сознании. Это всё навязано самскарать. В этой связи нужно понимать, что очень важно для духовного искателя компания. То есть компания, в которой ты находишься. Санскритский стих, описывающий это явление. Сацанге набхавен муктира сацанге шибанга нам. А сацанга мудра нам самудра парикиртитам. Сацанга духовной компании ведёт к освобождению. А сацанга, компания материалистическая, бездуховная, ведёт к большему рабству. Одна моя знакомая уехала в Москву. Я говорю, куда ты поедешь? Ты что, Москва же это вообще? Погибнешь? И все они так говорят, что ныне нормально всё будет. А потом... То есть духовно очень сложно людям там выживать. Потому что атмосфера... Люди едут на заработки, зарабатывают деньги. И вся эта атмосфера такой ориентации. И она говорит, да, я такая материалистка стала. У меня раньше один шампунь, кусочек мыла и всё. Сейчас у меня бутылочки, баночки какие-то, мази какие-то, от стойки на стойки, скрапы, мрапы там. Всё-всё-всё заставлено. И я даже книжку открываю духовную, и мне противно её читать. То есть я не могу, у меня отторжение происходит. Вот тебе, пожалуйста, с кем поведёшься, от того не ведёшься. То есть ты постоянно общаешься в компании с людьми такие жёсткоматериалистичными, и они в свой отпечаток, они просто свои зёрна в тебя сеют и сеют, и сеют, и сеют. То есть в какой-то момент твоя личная сила уже неадекватна к тому, чтобы сопротивляться этому. Ты всё внутри понимаешь, но ты не можешь ничего сделать с собой. Понимаете, да, вот этот вот эффект? Поэтому говорится, что любой ценой сторонись дурной компании. Уходи из дурной компании. Если где-то сплетничают, например, начали разговаривать. Ты знаешь, он такой жадный. Вторая медитирует. Ну-ка, какой он жадный. Дай-ка это пойму, дай-ка это переживу. Точно, он такой жадный. Всё, промедитировали. Мало это медитация, это ещё и коллективная медитация. То есть там вообще мощный резонанс возникает. Одна, может, она бы и не прочувствовала, какой он жадный, а вдвоём такой жадный. Теперь о чём ты думаешь, тем ты и становишься. То есть это качество войдёт в тебя, оно оставит тебе вслед, оставит шрам внутри тебя. Поэтому нужно сторониться. Если ты не можешь уйти из компании, в которой вот это принято негативное общение, тогда уходи из неё психически. То есть внутри себя погружайся и мантру внутри себя повтори. И ты заметишь, что раз сплетни как-то прекратились вокруг, всё нормально стало, всё хорошо, утихло. Но ни в коем случае не участвуй в этом общении. То есть нужно уходить от негативного общения. Это негативное общение тебя в деградацию ввергает. И нужно оценивать свои силы тоже адекватно. Допустим, у тебя 50 пунктов добродетелей, 40 пунктов порока, например. Суммарное добродетель — 10. У твоего друга суммарный порок — минус 12. Вот вы когда с этим другом общаетесь, вы всё время падаете. То есть вы всё время падаете, и это общение будет и для него плохо, и для тебя плохо. Вот это нужно понимать. Часто мы думаем, ой, нельзя же бросать-то своих близких там и дорогих, и ты надо продолжать с ним общаться. Но если у тебя нету сил вывести это общение на высокую волну, а ты общаешься на низкой волне, то ты должен знать, что ты вызываешь свою дегенерацию и его дегенерацию. То есть ты не делаешь ему добра, ты делаешь ему такую бежью услугу. Если суммарно доминирует, то есть не минус 2, а, допустим, у твоего друга минус 3, а у тебя плюс 5, то 2 в плюсе, и ваше общение всегда будет на позитивной волне происходить. Соберётесь, у вас автоматически вот этот поток раз и пошёл, пошёл, хороший поток у вас идёт вместе. Поэтому нужно расценивать. Если ты понимаешь, что этого человека, ну он ядрёный, у него там много в минусе, тогда мне нужно своего друга с собой взять, который тоже там в плюсе. Мой плюс и его плюс состыкуются, этот минус нейтрализуем, там ещё пятёрочка в плюсе, нормально, все трое будут прогрессировать. Вот такая вот простая арифметика. Если ничего невозможно сделать, то есть у тебя такие условия жизни, хотя всегда всё возможно сделать, мы просто боимся. То есть часто люди, они вот в этой вот находятся среде, терпят и терпят и терпят, потому что боятся сделать шаг. Тогда ну хотя бы ментально ты уходишь. То есть ты не вовлекаешься в это общение, внутри себя мантру повторяешь. У меня опыт интересный был. Пригласил меня человек в гости. Я думаю, ну ладно, пойду. А я тоже в Швеции был, скучал. Нашёлся один русский парень. Думаю, хоть по-русски поговорю. Пришёл к нему в гости, но поговорить-то мне не удалось, потому что говорил только он. И он такой политик, он там всё про арабов, про ислам, про то, что эмигранты понаехали в Швецию. Сам эмигрант русский на пособия там живёт. И вот это вот он мне мыл, полоскал мозги, я чувствую, я вообще уже как вот квашня сижу у меня. Просто он уже отработал меня, но каутировал я. Я пытаюсь что-то вставить, как-то разговор переломить, не получается никакой. Думаю, ну ладно, бесполезно разговаривать, буду повторять мантру. Повторяю мантру. Повторял-повторял, сижу, слушаю, вот так киваю, сам мантру повторяю. В какой-то момент он так замолк, вот задумался. Я говорю, ты же йогой занимаешься? Я говорю, да. Он говорит, а я хотел попробовать всё время. Проведёшь класс? Я говорю, да. Он свою супругу позвал, чудесный его класс у нас был. Супруга ещё полгода потом медитировала после этого. То есть видите, когда ты ушёл от этой волны, то есть спорить бесполезно, если не хватает сил, да, перевесить. Ну мантру повторяю, мантра даст тебе энергию для того, чтобы увеличить твой плюс суммарный. Также сатсанга. И ищи духовной компании. То есть если ты нашёл, побыл ты в компании с человеком, который длительное время идёт по пути праведности, то есть он пытается культивировать все праведные качества, для тебя это как будто съел вот такую большую конфету. То есть для тебя это грандиозный скачок вперёд. То есть можно пролететь 100-200 лет эволюции обычной за несколько дней, если вы коллективно медитируете, если вы разговариваете на духовную тему, у вас здесь меняется и здесь меняется. То есть то, что в естественном ходе эволюции могло идти там 300-400 лет, в результате сатсанги духовной компании может в течение месяца, может в течение... в зависимости от того, насколько ядрённый сатсанга. То есть бывают люди вообще святые, которые просто на тебя посмотрят и одного взглядывают достаточно, чтобы всю твою жизнь преобразовать. Поэтому нужно всегда искать компанию таких людей, нужно искать компанию святых людей или движущихся к святости. И один из способов быть в компании святых людей — это читать духовные книги. Например... Сейчас рекламная пауза будет. Кстати, да, я вам прорекламирую. Дайте мне эту книжку с мысли Саркара. Я помню, как-то я измотался очень сильно, то есть ездил по городам. И вот сейчас вот я нашёл отличную формулу, когда мы с вами вместе медитируем утром и вечером. И постепенно это становится очень... Чувствовали, да, как сегодня энергетика поменялась? То есть вы чувствуете, что сегодня уже лучше, чем вчера? Я чувствую. То есть энергия растёт. И получается, что в первые дни немножко тратится энергия, а потом в последние дни она заряжается, заряжается, заряжается у всех, и я в следующий город вылетаю пулей. А до этого у меня другая была формула. Я по вечерам каждый день читал лекции, и вот городов пять объеду и чувствую, я уже всё зелёный и синий. И только умереть лечь осталось. И оставьте меня в покое, я хочу провести жизнь овощем. Вот в один такой случай я думаю, надо куда-то сбежать. В Барнули мне житья не дают. То есть они всё время приходят, что-то спрашивают, разговаривают, надо сбежать. Я поехал в Бийск, и там я укрылся и в три дня смотрел сериалы, медитировал, ел, спал. Вот так. Но где-то на второй день я начал чувствовать, что как-то неправильно это всё. Надо что-то хорошее сделать, что-то полезное сделать. Думаю, дай-ка я переведу какую-нибудь маленькую цитатку моего мастера. Я взял, нашёл цитату, перевёл. Когда ты переводишь её, нужно раз 18-20 прочитать, чтобы как следует перевести. Двадцатый раз я прочитал, как у меня вдохновение загорелось. Я проникся при меня. И это напрямую чувствуется, как сила, как духовная сила тебе передаётся. Утром просыпаюсь, чувствую, хочу медитировать, хочу асаны делать, хочу всё. Хочу радостно, жить хочу. Понимаете, какая сила сацанги или духовного присутствия? Духовное присутствие также можно через книги получить. Ну ладно, в конце я вам пролепланирую. Окей, мысли совершенно. Так что сацанга очень важна. Это для того, чтобы создавались очень тонкого, позитивного толка навязанные самскары. То есть мы не можем быть вне компании. Она всё равно будет. Некоторые люди говорят, я не хочу ни в какие-то горы вступать в организации и так далее. Я хочу быть самостоятельным. Это очень глупое заявление, потому что это невозможно. То есть ты в девятиэтажку заходишь, ты уже вступаешь в коллективное сознание этой девятиэтажки. То есть у тебя вот эти все соседи вокруг тебя, они говорят, добро пожаловать, друг! И все их мысли, все вот эти вот там, всё, что происходит в их среде, это всё ваше теперь. Вы часть этой девятиэтажки. Она влияет на вас. Конечно, когда мы делаем медитацию, мы создаём вот этот пузырь благости. И туда никто не может проникнуть, войти. Вы увидите. И когда делаете медитацию, это место становится благостным. Туда сползаются собаки, коты, мужья, жёны. Все туда ходят. В это место все сидят. То есть там это место — это пространство гармонии, это пространство благости. Оно каким-то образом вас отгораживает от влияния. Но так или иначе, вы пришли на работу, вы вступили в коллективное сознание этого коллектива, вы пришли на учёбу, вы вступили в коллективное сознание университета и так далее. То есть везде вы участвуете. Поэтому мы не можем делать выбор, участвует ли или не участвовать в коллективном сознании. Даже если вы под землю зародитесь, вы всё равно будете в коллективном сознании этой планеты. Поэтому мы можем делать только выбор, в каком коллективном сознании я буду участвовать. То есть, если природа этого сознания, если природа вот этого разума коллективного, она соответствует моим целям и намерениям, и тем, кем я хочу быть, то это хорошо для меня участвовать в этом. Понимаете? То есть, если ты хочешь быть йогом, общайся с йогами. Вот это мой вывод. То есть, хочешь быть духовным, общайся с духовными людьми. Не общайся с мёртвыми, общайся с живыми. Не общайся с теми, кто духовно у него, а у огня никакого нет. Общайся с теми, у кого есть огонь, и вы будете вот так вот склеиваться — не разлепишь. Потому что когда ты на одну волну с человеком попал, это очень тебе сильно заряжает. Понятна вот эта идея? Ой, надо закончить сегодня в любом случае лекцию. Это он. И так, как жить, чтобы не создавать новую карму? Четыре фактора нужно. Нужно стать недеятелем. Но как же стать недеятелем? Был такой один парень, его звали Рохит. Этот Рохит пришёл к своему отцу, он изучал писание. И он сказал, папа, я изучал веды, я понял, что деятельность тебя порабощает, поэтому я ничего не буду делать. Папа говорит, как ты ничего не будешь делать? Есть, пить ты просишь, а делать ничего не будешь? То есть невозможно ничего не делать. Когда мы принимаем пищу от кого-то, у нас формируется кармическая связь. Мы в долгу у этого человека. То есть мы не можем просто жить и потреблять. То есть ты глубже и глубже проваливаешься в кармическое рабство. То есть тебе нужно жить, наоборот, стараться, чтобы твоя отдача была больше, чем твоё потребление. Тогда ты освобождаешься из этого кармического рабства. То есть нам нужно действовать. Но когда действуем, опять вот я совершаю служение, помните, да, позитивная карма? Если я кому-то добро причиняю, я буду вынужден снова терпеть добро по отношению к себе. А мы этого не хотим на самом деле. То есть это как, вы знаете, актёр выступил хорошо, и ему аплодируют. Здорово? Приятно? Приятно. Он голодный и домой хочет. Но ему аплодируют, и этикет актёрский, ему нужно выйти и поклониться. Он уходит со сцены. Там вообще бурные аплодисменты очень. Там настолько любят его зрители, что он думает, надоели. Выходит, опять поклонился. Сколько раз вы хотите возвращаться, чтобы поклониться? То есть это вот вопрос о позитивной карме. Ты уже хочешь домой, ты уже хочешь жену детей обнять и риса с овощами поесть. Точно так же человек в определённом моменте своей зрелости духовной, он уже хочет к Богу. Он не хочет оставаться в вот этой игре ограниченных удовольствий. То есть он хочет реального чего-то. А эти все ограниченные вещи его не пускают. «Отведай! Нет, отведай! Да нет, отведай! Да нет, отведай!» То есть ты должен будешь их пережить. Поэтому нам нужно действовать осторожно. Нам нужно действовать таким образом, чтобы новая карма не создавалась. Для этого нужно быть недеятелем. Но мы не можем быть недеятелем снаружи. Нам нужно быть недеятелем внутри. Для этого четыре фактора. Первый – нужно оставить желание результатов действия. Это что значит? Работать, зарплату не получать? Это значит, что быть внутренне не привязанным к исходу ситуации. То есть я готов принять и такой исход, и такой исход. Любой исход я готов принять. И так хорошо, и так хорошо. Это показатель, что ты на истинном пути находишься. То есть если у тебя жуткое желание есть – вот так хочу сделать. Не делай, ты делаешь ошибку. Не делай, ты делаешь ошибку. Потому что повинуясь импульсу, ты сделаешь ошибку. Мне вдруг однажды захотелось купить газовую плиту на наш ретритный центр на Дальнем Востоке. Думаю, только у меня деньги есть, сейчас газовую плиту куплю. Купил. Когда везли домой, я вспомнил, что я забыл вообще все мантры свои, гуру-мантру, всю идеацию и всё умонастроение правильное. То есть я был в импульсе абсолютно. Привезли домой – плохая духовка, до сих пор мучаемся с ней. То есть импульс тебя обуял, говорят, да вот влюбился – не женись. Потому что ты делаешь ошибку, тебе нужно в трезвости это делать, то есть тебе нужно понимать, в более чистом сознании находиться. Потому что когда ты очнёшься, уже поздно будет. То есть оставить желание результата в действии. То есть у тебя ровное состояние – и так нормально, и так нормально, я готов принять и так, и так. Не нужны мне награды, не нужны мне пощады. Это первый фактор. Второй фактор – это оставить гордость исполнителя действия. То есть мы делаем действие, и мы чувствуем – я делаю действие. Мы присваиваем себе это действие. И мы должны будем поплатиться за это действие. Когда ты думаешь, что я не делаю, я всего лишь машина, а Бог – это машинист. И действительно вам это открывается. То есть когда вы действуете – действуете, медитируете – медитируете, вам это открывается. Вы находите, что Он всё сделал. Я просто как кукла. То есть ноги переставлял. Согласно уже заведомо предначерпанному плану это всё происходило. То есть это вам становится очевидно, когда ты видишь, ну слишком всё устроено. Видели это в жизни своей или нет? Кто-нибудь видел вот этот план космический, проведение? Ты делишься, как это так может быть? Всё организовано, всё на своих местах. И тогда ты понимаешь, что я здесь вообще ни при чём. То есть я инструмент, а он тот, кто совершает всё. В этой идеации ты действуешь, опять ты не создаёшь. Ты не присваиваешь себе свои действия, не присваиваешь грехи и последствия. Но всё равно остаётся ещё одна гордость. Ты думаешь, да, он машинист, а я машина. Но он ведь меня выбрал для этой миссии. Ведь меня, никого другого — меня. Это ещё одна гордость. Поэтому тебе нужно действовать, также понимать, что это тело и этот ум — это тоже проявление Бога. Тебя нет вообще, есть только Бог. То есть ты действуешь в состоянии недвойственности. Ты произносишь мантру. Специальная мантра для этого — это второй урок медитации. Сейчас, если вы хотите просто попробовать, можете с Бабы Намкивалом попробовать это делать. Дверь открываешь и принимаешь эту идею, что сейчас я захожу в гости к Богу. Я захожу туда, в дом везде — здесь Бог, здесь Бог, здесь. И из этих глаз сейчас Бог смотрит на меня. Вот эту идею. И ты по-другому смотришь совсем. И вот так вот практикуете вы вот это вот видение. Не я действую, высшее осознание действует через меня. Нет меня — только высшее осознание действует. Поэтому гордость не зарождается. То есть к кому гордиться-то, если только высшее осознание есть? И нет вот этого нарушения в потоке космической гармонии. И финальный фактор, чтобы бороться с навязанными самскарами, не приобретать навязанность самскары — это относиться ко всему окружающему как к проявлению Бога. Потому что, допустим, вот сейчас я смотрю на эту девочку. Вот если я смотрю на неё как на человека, она оставляет во мне отпечаток. То есть её личность входит в меня, и она будет во мне сидеть. Она часть моей жизни теперь. Она часть моей личности. Но если я буду смотреть на неё по-другому, я буду медитировать, что это Бог пришёл ко мне, и Бог на меня смотрит из этих глаз. Знает меня, любит меня. Тогда мой разум не будет подвержен индивидуальному потоку этого человека. Он будет подвержен космическому потоку. То есть я фактически не медитирую, я продолжаю медитировать. Понимаете, да? То есть алкоголик заходит. Если ты подвернешься вот этим чувствам — фу, грязный, вонючий — то грязный и вонючий уже здесь, в твоём уме. Потому что помните, да, что у нас? Где у нас это? Что вы видите-то? Свой ум вы видите. Правильно? Один мой друг наступил в башмак, а там кот туда сходил. Фу! Я говорю, всё, что мы видим и воспринимаем — это наше проявленное я. Он говорит, ох, и моё я! То есть если ты вот так воспринимаешь, если ты воспринимаешь алкоголика как алкоголика, то весь этот запах, все эти неприятные вещи, они входят в твоё сознание. Но если ты продолжаешь медитировать, несмотря ни на что, твой фокус не сбивается, у тебя намерение такое медитирует, что это Бог к тебе пришёл, тогда алкоголь не входит, Бог входит. Поэтому у тебя вот эта волна, она не сбивается вниз. То есть вы увидите, что вы помедитировали, на работу пришли, пару разговоров — пчху! внизу опять. А здесь, когда вы вот так вот поддерживаете, перед любым входите в комнату — раз, приняли эту идею, входите в авторас, приняли идею. Как перезагрузка медитативная. Возвращайте себе вот эту идею единства. И вы не накапливаете новых самскар — это раз. И два, всё, что вы делаете, оно происходит, как оно течёт. То есть вы больше не автор. То есть это не руками ваших ограничений делается, не руками ваших самскар, а космическим. Обратите внимание, что творческие люди, они говорят, ты их похвалишь за музыку, за счёт что-то. Если они понимают, они говорят, это не моё. Потому что я это не могу сделать. Только один автор существует. И просто я настроился, я уловил это. То есть это всегда божественное. Из интеллекта ты никогда не вытащишь шедевра. Компьютер не может делать шедевров. Понимаете ли меня? У него есть интеллект у компьютера, у него есть способность туда-сюда таскать переменные, но у него нет интуиции. И всегда все открытия и шедевры и в музыке, и в искусстве, и в науке везде-везде – это напрямую знание, которое идёт от Бога. Не иначе. И ты начинаешь это чувствовать, ты начинаешь понимать, что вот так. И ты открываешься для этого. То есть когда ты эго своё убираешь, тогда всё течёт. Эго появляется, Шива сказал, первый тантрический мастер, он сказал так. Гордость идёт перед падением. То есть загордился. Вот заметьте, хочется тебе так вот покрасоваться. Бум! Сразу. То есть когда ты начинаешь гордиться, в этот момент ты отключаешься от этой волны. Отключился от волны – всё. Ты теперь и твои самскары любимые. Вот делай с ними что хочешь. Когда ты отвернулся от этих самскар и опять вошёл в волну, теперь самскары не так важно. Волна важна. И вот это вот очень-очень мощная, очень важная техника. Мы изучаем... Первый урок медитации в нашей системе – это для уничтожения самскара, для уничтожения кармы и для расширения сознания, для роста сознания быстрого. Второй урок медитации – это для того, чтобы поддерживать поток в течение всего дня. И для того, чтобы не накапливать новые самскары. И вот в паре, то есть ты старые самскары уничтожаешь, новые ты не накапливаешь – твое развитие будет происходить быстро. Вот так. Вот это вот наука. Эта наука называется «маду видя» или «медовое знание». То есть знание, которое превращает самую обычную жизнь, тривиальную жизнь, прекрасную, в красоту. Помните, да, про этого святого, который... О, Господь, что ты меня сегодня послал? То есть его тряпкой залепили. Чмок эту тряпку ему в лицо. А он такой, ой, Господь, что ты меня сегодня послал? И у него восторг. Вот иногда на вас будут накатывать эти состояния. То есть ты, допустим, едешь где-нибудь в поезде, в машине и ты увидел цветы цветут. Обычные цветы – ромашки или какие-нибудь огоньки. Но у тебя такой восторг от этого, у тебя слёзы катятся, и ты не понимаешь, почему ты так счастлив. Потому что ты узреваешь красоту Бога в обычных вещах. Вроде бы всё обычное, но такое необычное. Я помню, как-то коллективная медитация у нас была, такая сильная, хорошая. Я помедитировал, я вышел на кухню. И вроде такая тривиальная ситуация. Девочки стоят, картошку чистят, она такая в косынке стоит, чистит картошку, там вода бежит. Я как-то вышел, зашёл, такой альфа-ритм, всё как-то медленно происходит. Я посмотрел, и у меня чуть ли не слёзы тоже на глаза накатываются. Я понимаю, как вот это прекрасно и уникально. Вот этот момент настолько... Если бы я был художником, я бы определённо его выразил. У меня нет именно выразительной способности, но я воспринял в тот момент. То есть как вот этот миг... То есть вот это вот. Так что это не то, что прям легко вот... Да-да, конечно, всё мягко стелят, да? Всё очень как будто вот сейчас, вот завтра я пойду и буду просветлённым. Нет, так не будет, это будет... Самскары будут сопротивляться. Наш личный ритм, на котором мы находимся, наша своя волна, она будет сопротивляться. То есть происходит что? Происходит конфликт между двумя волнами. Одна духовная волна, вторая вот эта мирская волна. И ты вот эту волну пытаешься возвысить. Но когда ты её возвышаешь, она там расшиперится. Она ни в какую не идёт. И ты выражаешь свои самскары, преодолеваешь все разные приятности, неприятности. И постепенно, постепенно тебя это отпускает. И ты начинаешь действительно чувствовать эту космическую волну. Но это зато практичный путь. Более практичного пути я не встречал. То есть ты делаешь свои уроки медитации для того, чтобы настроиться на Всевышнего. Ты чувствуешь себя Его инструментом. Всё, что ты делаешь, ты делаешь как акт служения Ему. То есть ты ешь пищу перед тем, как есть. Ты предлагаешь её мысленно Богу. Ты думаешь, это для тебя. Подметаешь пол, ты предлагаешь это Богу. Всё, что ты делаешь, ты делаешь вот так. И твоя жизнь начинает наполняться сладостью. Ты чувствуешь Его присутствие. В конечном счете ты чувствуешь, что ты Его неразделимый. В одно и то же, в одно целое. Вот это про карму. Осознали или нет? Точно? Я вам рассказал именно с позиции духовной практики. То есть с позиции, почему вот эта теория кармы, она важна для духовной практики. Она вообще для всех важна. Просто вот эти мотивации, о которых я говорю, необязательно они резонируют с мирским менталитетом. То есть человек, если ему говорить, что вот у тебя будет денег больше. Вот он говорит, главное, что это нормально, здоровье больше. Ну и так можно сказать, потому что действительно рост сознания, он всё. То есть мы страдаем по той причине, что мы находимся на определенном уровне сознания. Сознание поднялось, страдание исчезло. То есть вот так. Чтобы поднять сознание, нужно уничтожать карму, которая там есть, чтобы она нас отпускала. Для этого нужно делать интенсивно и регулярно практику медитации и также в повседневной жизни культивировать вот это чувство недеятеля. Не я действую, Бог действует через меня. Это просто инструмент. Всё, вопросы теперь. А когда компания не было приятной, какую мантру читать? Баба-нуки-валан можно читать. Можно личную мантру читать. Можно мантру второго урока читать. Это личная мантра, я про него говорю сейчас. У меня один знакомый есть. Он никогда не выпадает из состояния вот этого. Фактически на грани безумия он находится. Ну такой вдохновляющий, вообще невероятно. Он небольшой начальник на работе. Ну в Индии. И вот он всем запретил говорить намаскар. Он всех заставил говорить Баба-нам-ки-валан. Он на ней, когда встречается, он приходит на работу. Баба-нау-ки-валан. Они Баба-нам-ки-валан. И всех вокруг него просто, ну, их несёт. То есть они вместе с ним, они как пьяные действуют. Все в восторге живут. И у него накатывают, допустим, он раз там зарплату получит. Думаю, так, а в Индии билеты дешёвые. Он человек там 50-100 проспонсирует. Они поедут все на семинар, на ретрит. Может, 300 человек проспонсируют. И в его городе он с кем бы ни соприкасался, все вдохновляются. Потому что, ну, от него реально вот это вот... Ты пьянеешь и становишься... Энергетика идёт. И в своём городе 6 тысяч человек получило инициацию благодаря вот его вдохновению. 6 тысяч человек! То есть с кем бы он ни встречался, 20 минут разговора — ты всё, ты пропал. Ты встаёшь на духовный путь. Я тоже одного встретил, но тот вообще был безумец. Такой вдохновляющий безумец, вообще невероятно просто. Вот есть люди, у которых всё, у них ум исчез. Они без ума. Говорят, да, вот в православии у нас такое понятие есть — юродивые. То есть, ну, вот он, кажется, что он сумасшедший, но от него такое идёт благостное чувство. И вот я встретил одного парня в Ананда Нагаре. Ну, в Индии — это наш центр. И мы с ним встречаемся, он нас увидел. И его так пробрало от этой идеи, что наша миссия, она везде, на Западе, не только в Индии, везде-везде распространилась. Он такой... Аэм Парампруша Сан! Я сын высшего сознания! И ты понимаешь, он что-то хочет сказать, но ничего не может сказать. У него только вот это всё... И как бы мы с ним пообщались, он такой отпечаток вообще жёсткий-жёсткий сформировал внутри моего ума. Я его вспоминаю, а у меня внутри какая-то радость. И мой потом друг, он рассказал, ты знаешь, где-то этот парень, его работа такая, он ездит от деревни к деревне, 180 дней подряд он 180 деревень посещает. И они его уже ждут, они готовят барабаны, музыкальные инструменты, и они начинают петь мантру. Они могут всю ночь петь мантру, и вот так сильно прёт, что ему не спать, ничего не надо, не есть он. И вся деревня вообще с ума сходит. Они начинают прыгать, они переживают вот эти экстатические состояния. И вот он такой. Это уже стадия, когда ты на грани. Ты не чувствуешь себя индивидуумом, ты чувствуешь себя Богом в этот момент. То есть ты практически слился, нету разницы между тобой и космическим сознанием. То есть кругом ты, кругом вот оно проявляется. То есть ты куда бы ни посмотрел, тут Бог, там Бог, там Бог, там Бог. И человек в восторге живёт. Ладно, про книжку я хочу сказать. Эта книжка, одна из моих любимых книжек. Мы её читаем, тут уже я возмущался, говорим, что вы всё время одну книжку читаете. Они пять лет подряд после коллективной медитации вот эту книжку читают. На самом деле усвоить бы эту книжку и всё, и больше ничего не надо. Здесь собраны... Ну не то, что это философия, но это цитаты нашего мастера и они по всем сферам жизни, ну не всем, но многим сферам жизни, они отражают видение нашей философии. Она очень-очень вдохновляющая. Вот я вам рекомендую обратить внимание. Только недавно издали, её в Барнауле издали. Так что можете обратиться к кому-нибудь, ну к тебе, или к кому местным, или к тебе. Это вот то, что называется сатсанг домашний. Эта книга, всегда ты её взял, открыл и прочитал что-нибудь. Именно действие делает человека великим. Будьте великими своей садханой, своим служением и своим жертвованием. Вот размышляй. Я могу лекцию чита на два дать на эту тему, на две строчки. Размышляй и вдохновляйся. И действительно сила очень большая в строчках настоящего мастера, когда ты читаешь, тебя же понимает сильно. Так что обратите внимание. Вопросы есть ещё? Потом. А у вас вообще там изучала цифра 4, когда говорилось о способе. Первое — отказаться, отречься от желаний, результатов действия, отречься от гордости исполнителя. Третье — чувствуешь, что твое тело, твой ум, твои мысли — это тоже проявление высшего. И видеть во всём окружающем тоже проявление высшего. Когда ещё подвигаешься от результатов, тогда получается можно... Не от результатов, а от желаний результатов. То есть ты действуешь, но беспристрастно. Потому что когда у тебя есть именно желание, это желание тебя ослепляет, и ты делаешь ошибки. Вы замечали это или нет? То есть это очень...